всем привет в сегодняшнем видео без лишних слов наращивание ногтей ребенку я расскажу можно ли делать наращивание ногтей или покрытие гель-лаком и со скольки лет сегодня наводить красоту буду даша ей 11 лет как и при всех клиентах при даше открываю крафт пакет со стерильным инструментом даша давно мечтала сделать себе наращивание и по предварительной записи и обсуждению с ее мамой мы договорились о встрече желательно чтобы родитель сам привел ребенка и посмотрел в каких условиях будет происходить процесс также скорректировал форму длину и дизайн ногтей чтобы впоследствии не было сюрпризов а мы как мастера должны обеспечить стерильность и безопасность процесса так как у детей ногтевая пластина мягкая и нежная работать нужно очень аккуратно также ребенку который никогда не делал подобную процедуру желательно объяснять весь процесс который вы планируете делать обязательно вашу юную клиентку необходимо предупредить что маникюр не должен приносить абсолютно никаких болевых ощущений и если что-то где-то колит давит жмет терпеть нельзя обязательно нужно предупредить своего мастера на начальном этапе я аккуратно отодвигаю кутикулу и подталкиваю ее отклеиваю кутикулу от ногтевой пластины пушером на ноготь давить нельзя так как повторюсь ногтевая пластина мягкая так мы делаем сразу на всех пальчиках мягкой пилочкой абразивностью 180 грит зашлифовываю торец ногтевой пластины корректирую форму заканчиваем движением пилочки в одну сторону чтобы натуральная ногтевая пластина не расслаивалась на ногтях у даши остатки рисунка обычным лаком его можно снять как специальным средством я зашлифую обычным бафиком по стандартной схеме перед наращиванием ногтей ногти нужно зашлифовывать пилочкой чтобы открылись все чешуйки но так как ногти подростков довольно мягкие и тонкие достаточно зашлифовать ногтевую пластину бафиком что я и делаю на всех ноготках также проверяю не осталось ли на ногти остатков лака ведь это может поспособствовать неносибельности материалом еще один немаловажный факт наращивание ногтей может отлично спасти или исправить ногти грызуны если ваш ребенок грызет ногти и сгрызает их под корень они могут остаться такими навсегда и наращивание ногтей в данном случае очень хороший способ ведь красоту сгрызать жалко а избавиться зубами от геля немножко тяжелее поэтому если выбрать правильного мастера можно спасти или сохранить красивую форму ногтей при работе с молодыми клиентами глубокий маникюр делать нельзя также детям не стоит делать аппаратный маникюр вполне сойдет комбинированный или классический обрезной я остановила свой выбор на комбинированном маникюре поэтому алмазной насадкой почка с красной насечкой мягкой насадкой я прохожусь по всем ноготкам сначала аппарат включен на режим форвард на скорость 10-15 тысяч оборотов и обрабатываю левую половинку насадкой двигаюсь от центра кутикулы к левому боковому валику аккуратно раскрываю кутикулу зачищаю сухую кожу на боковых валиках и слегка подымаю и выворачиваю кутикулу чтобы срез кутикулы прошел безопасно легко и быстро насадкой мы работаем лишь по коже ни в коем случае не ведите насадкой по ногтю затем аппарат переключаем в режим реверса меняем захват и обрабатываем правую половинку двигаемся насадкой от центра кутикулы к правому боковому валику также работаем только с кожей зачищаем боковой валик от сухой кожи раскрываем кутикулу и слегка ее приподымаем так делаем на всех ноготках с мягкой детской нежной кожей работать нужно лишь мягкой насадкой с красной насечкой данной насадкой мы разглаживаем кожу убираем все ступеньки чтобы после срезать кутикулу одной полоской и после среза не было бахромы кожи и заусенец ведь именно их молодежь и не только любит обгрызать и тянуть до самого локтя и 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 убрав пыль я беру твизеры маникюрный инструмент с помощью которого можно безопасно легко и быстро срезать кутикулу именно это я и делаю продвигаться нужно аккуратно потихонечку не пытайтесь срезать кутикулу под ноль мы срезаем лишь объемную часть кутикулы делая пальчики аккуратными если же кутикула небольшая то идеальное решение это европейский маникюр и и и и и так как ногти подростков более влажны и склонны к гипергидрозу из-за гормональных перестроек и всплесков ногти нужно подсушить более тщательно для этого я дважды протираю их клинсером и после обрабатываю дегидратом следом беру без кислотный праймер молодые ногти сушить кислотой не следует поэтому лучше возьмите ультрабонд ультрабонд на ноготь наносим тонким слоем если его будет слишком много впоследствии в этом месте может быть отслойка сейчас проверю ногти ногти в принципе прочные не мягкие не гнутся поэтому каучуковую базу здесь брать бессмысленно я беру обычную жидкую жесткую базу покрываю ноготки тонким слоем и втирающими движениями чтобы заполнить все чешуйки главное чтобы материал не затекал на кожу поэтому делайте отступ в 1 миллиметр также хочу ответить на один из частых вопросов которые задают в комментариях как родители так и сами дети со скольки лет можно делать наращивание конкретного ответа дать не могу нельзя сказать что в 17 лет можно наращивать а в 16 нельзя здесь все зависит от решения родителей гель-лака можно покрывать хоть с младших классов главное выбрать правильного мастера а с наращиванием обстоят дела сложнее у детей ногтевая пластина мягкая и нежная ее чрезвычайно легко травмировать и ногти могут испортиться навсегда поэтому главное подобрать опытного ответственного мастера который работает стерильным инструментом и качественными материалами а наращивать ногти или нет зависит только от решения родителей главное чтобы это не мешало учебному процессу подсушиваем ногти в лампе сегодня наращивание делать я буду абсолютно не используя форм это я буду делать полигелем данный материал не жжет в лампе и работать с ним довольно быстро и удобно шпателем набираю небольшую капельку материала оставляю ее на кончике ногтя беру салфетку а которую буду промакивать кисть саму кисть с искусственным ворсом с полигелем нужно работать кистью с искусственным ворсом чтобы кисточка не испортилась и кисть макаю в клинсер промакиваю а салфетку и начинаю распределять материал стягиваю его вниз делая удлинение ногтя таким образом до наращивают длину так как за счет своей консистенции полигель может держать бортик до нарастить длину мы можем приблизительно до одного сантиметра распределяю материал сглаживаю переход натуральной ногтевой пластины к полигелю аккуратненько формирую свободный край ногтя такую процедуру можно проделывать сразу со всеми ноготками если же вы видите что материал на свободном крае начинает опускаться наращивайте по одному ноготку после наращивания фиксируйте материал буквально 5-10 секунд в лед лампе перехожу к следующему ноготку выкладываю каплю на кончик ногтя кисть смачиваю в клинсере промакиваю о салфетку сглаживаю переход натурального ногтя к полигелю и основную массу геля стягиваю вниз формируя длину искусственного ногтя также следует быть внимательным чтобы гель заходил плотно к зоне в роста ногтя чтобы ноготь не сломался отправляю подсушиться ногти в лампу буквально на 15 секунд затем ногти я немножко подожму чтобы они не были плоскими делая ногти молодым красоткам зажимать материал для создания арки пинцетами или зажимами не следует так как ногти мягкие и чрезмерное давление впоследствии может привести к онихолизису это очень неприятная проблема поэтому я слегка поджимаю ногти пальчиком буквально на 15 секунд и отправляю досушиваться в лампу после выкладываем вторую каплю геля для того чтобы сформировать архитектуру ногтя сначала сглаживаю материал вдоль кожи это вдоль кутикулы вдоль боковых валиков затем немного материала стягиваю на кончик ногтя и формирую апекс наивысшую точку благодаря которой создается безопасная архитектура ногтя смотрим устраивает ли нас форма можно сделать сразу все ногти здесь материал никуда не утечет отправляем сушиться в лампу затем снимаю липкость и перехожу к пилу корректирую длину и форму ногтей выравниваю нижние параллели затем выравниваю боковые параллели с правой стороны и с левой после перехожу к пилу центральной оси ногтя это прямая линия посредине ногтя от кутикулы кончику затем сглаживаем переход от боковых параллелей к центральной оси ногтя немножко смягчая углы так как наращивание делалось без форм под ноготками выкладка геля не сильно ровная поэтому узкой керамической насадкой я все выравниваю и делаю ногти тоненькими и аккуратными перед покрытием цвета нужно тщательно убрать пыль для того чтобы покрытие цветом сделать без затеков и без проблем делаю это специальными палочками с ватным кончиком смоченные в клинсере ссылку на материалы оставлю в описании под видео затем ногти покрываю цветом на перчатку капаю капельку гель-лака и тонкой кистью волосок промазываем во всех труднодоступных местах после я завершила дизайн и покрыла все топом клиентка была счастлива а из-за этого я была счастлива вдвойне спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки в комментариях можете написать какое видео вы хотите дальше больше пока пока